Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. В этом выпуске мы расскажем о главных событиях 905-го дня войны, пятница 16 августа. Вот главное. Минобороны России заявляют, что Крымский мост был атакован 12-ю ракетами-атаком. Мы видели, что некоторые российские подразделения были перенаправлены с операцией в Украине в район Курска. В Пентагоне подтверждают, что Россия перебрасывает военных с оккупированных территорий Украины. Еще две недели назад я был уверен, что я умру в путинском ГУЛАГе. Но сейчас я дома, разговариваю с вами. Президент США Джо Байден принял в Белом доме недавно освобожденного в результате обмена Владимира Карамурзу и его семью. Понемногу мы выходим из депрессивного состояния и говорим, смотрите, мы продолжаем нашу борьбу. Психологи говорят, операция в Курске вернула украинцам воодушевление и надежду. Вы слушаете подкаст «Украина. Самое важное». Начинаем, как всегда, с небольшой военной сводки об обстрелах. Российские военные в ночь на пятницу 16 августа ударили по Украине тремя баллистическими ракетами и пятью дронами. Все беспилотники, как сообщает украинское командование, сбиты в Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. Также 16 августа российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области. По нему били артиллерии и дронами камикадзе. В результате повреждена инфраструктура, коммунальное предприятие и жилые дома. Кроме того, ночью российские войска сбросили управляемую авиабомбу на Краснопольскую общину в Сумской области. Две женщины получили ранения, сообщает областная прокуратура. Подверглась обстрелу и Херсонская область. Там ранена пожилая женщина. Еще два человека получили ранения в результате утреннего российского удара по Томиной балке. Российские оккупационные власти Донецкой области тем временем сообщают, что в результате удара по торговому центру «Галактика» были ранены 11 человек, а двое погибли. Россияне возложили ответственность за удар на вооруженные силы Украины. В свою очередь, российская Минобороны заявляет, что Крымский мост в ночь на пятницу был атакован 12-ю ракетами-атакам. С подробностями Дмитрий Шода. Днем 16 августа в телеграм-канале Российского Министерства обороны появилась запись об атаке на Крымский мост. Цитата «Средствами противовоздушной обороны сегодня ночью отражен групповой удар 12 оперативно-тактическими ракетами-атакам с производства США по Крымскому мосту. Все ракеты уничтожены». Сообщение подхватили российские государственные агентства. При этом никаких фото и видео доказательств атаки Москва не предоставила. Ранее, в ночь на пятницу, россияне сообщали о том, что Крымский мост перекрывали на 4 часа. Кроме того, телеграм-каналы писали о взрывах в Черноморском и Каменке, что возле Симферополя, а также о звуках сирены и стрельбе в Феодосии. Ранее Министерство обороны России сообщало, что российские военные в Крыму сбили или перехватили пять украинских беспилотников самолетного типа и уничтожили в Черном море два безэкипажных катера. Вооруженные силы Украины, случившиеся, никак не комментировали. Дмитрий Шода о том, что известно об ударах по Крымскому мосту. Тем временем в США заявляют, что видят смысл в применении дальнобойного оружия именно для ударов по оккупированному Крыму, но не по Курской области. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников. Телеканал отмечает, что Соединенные Штаты придерживаются такой позиции вовсе не из-за риска эскалации, а просто потому, что количество ракет большой дальности атакам со США ограничено. Накануне издания «Политико» написала о том, что Белый дом открыт к предоставлению Украине дальнобойных ракет. Напомню ранее о том, что операцию в Курске можно рассматривать как своеобразную репетицию деоккупации Крыма. В нашем подкасте говорил заместитель председателя Меджилиса крымско-татарского народа Нариман Джелял. Вы можете послушать интервью с ним в выпуске за среду, 14 августа. Теперь о ситуации на фронте и о том, как на нее влияет рейд Украины в Курской области. За минувшие сутки произошло около полутора сотен боевых столкновений. Самая напряженная обстановка на Покровском направлении. Также российские войска активно наступали на Торецком и Кураховском направлениях. Россия, похоже, перебросила в Курскую область несколько тысяч военнослужащих с оккупированных территорий Украины для противодействия наступлению. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух американских военных чиновников. Источники говорят, что Россия переместила в Курскую область несколько бригад численностью не менее тысячи военнослужащих каждая. Переброску войск подтвердила и пресс-секретарь Пентагона Сабрина Синг. Мы видели, что некоторые российские подразделения были перенаправлены с операцией в Украине в район Курска. Это только первые сообщения. Поэтому я не могу с уверенностью сказать, какова численность, каковы их цели, но мы видели эти передвижения. Так что сейчас еще слишком рано говорить об этом. Вчера секретарь Остин звонил министру Умерову. По всему департаменту мы взаимодействуем с украинцами. Я пытаюсь лучше понять их цели. С точки зрения нашей политики ничего не изменилось. То есть политика, которую мы изложили с самого начала, разрешив вести ответный огонь в районе Сум, не изменилась. Ничего не изменилось и в нашей политике в отношении дальнего огня. Мы по-прежнему считаем, что благодаря коалиции, которую мы создали в рамках контактной группы по вопросам обороны Украины, мы предоставляем украинцам все необходимое на поле боя для достижения успеха в северо-восточном регионе и на юге. Мы считаем, что у них есть все возможности для достижения успеха. Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Синг. При этом специалисты Института изучения войны считают, что россияне продолжают сохранять относительно высокий темп наступления в Донецкой области. Они, судя по всему, все еще отдают приоритет наступательным операциям на востоке Украины. Как отмечается в обзоре Института, российские войска продолжают тактику окружения украинских сил к юго-востоку от Покровска. В то же время главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Россия до сих пор пытается сформировать реакцию на операцию Украины в Курской области. Во время заседания Совета по международным отношениям 15 августа главком пояснил, что такая реакция России связана с несколькими факторами. Во-первых, в Кремле не понимают, кто должен быть ответственным за боевые действия внутри России. А во-вторых, не хватает войск, которые Россия могла бы привлечь против операции в Курской области. Сегодня появились сообщения о том, что украинские военные, оказывается, прорывались несколько дней назад и в Белгородскую область, однако столкнулись с сильным сопротивлением россиян. Об этом пишет Washington Post. Журналисты издания пообщались с бойцами, которые в штурме пересекли границу с Россией на бронетранспортерах в селе Колотиловка. По словам солдат, российские войска в Белгороде выглядели подготовленными. Это было совсем не похоже на картину в Курске. А как же все происходило именно в Курской области? Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины в пятницу поделились кадрами первых часов операции. На них разминирование, прорыв границы, уничтожение оборонительных рубежей противника, работа авиации, артиллерии, пленные. Это день, который войдет в историю российско-украинской войны, заявляют военные. Десантники отмечают, что определяющими на начальном этапе операции стали тщательная подготовка, планирование, внезапность, боевой дух и информационная тишина. Эффект неожиданности действительно сыграл решающую роль в успехе украинского наступления в Курской области, отмечает обозреватель «Голоса Америки» Алекс Григорьев. Мы попросили его прочитать для нашего подкаста фрагмент большой исторической статьи о том, как проходили подобные операции в прошлом. Курская операция ВСУ была проведена в соответствии с канонами военной стратегии. Живший в VI веке до н.э. Сунь-Зы, автор классического текста военной тактики и стратегии искусства войны, так описывал цели командира. «Захвати первым то, что противнику дорого. Если захватишь, он будет послушен тебе. В войне самая главная быстрота. Надо овладевать тем, до чего он успел дойти, идти по тому пути, о котором он и не помышляет, нападать там, где он не остерегается». Классик европейской военной науки генерал Карл Флоун Клаузевиц так описал значение сюрприза в принципах ведения войны, написанных, вероятно, в 1810 году. Внезапность есть средство достижения численного превосходства, но ее также следует считать самостоятельным принципом само по себе из-за морального воздействия. Когда она в высшей степени успешна, в рядах противника растет смятение, не ослабевает мужество. Все современные военные уставы и наставления подчеркивают значение сюрприза для достижения победы. История войн знает бесконечно множество примеров нанесения внезапных ударов в точке, где противник не ожидал атаки. Иногда такие операции предопределяли исход войны. К примеру, царь Македоний Александр перенес войну на территорию Персии, что было невероятным стратегическим риском. Дело в том, что море, а, соответственно, и пути снабжения македонской армии контролировал персидский флот. В этих условиях особое значение имело первое сражение. Успех в нем мог либо уничтожить все шансы Александра Македонского, либо дать ему возможность развить наступление. Историк Ариан, автор похода Александра, так описывает ситуацию. Первая же неудача будет тяжела и для нашего, то есть македонцев, положение. Сейчас и сделает сомнительным исход всей войны. В 334 году до нашей эры персидская армия встретила армию Александра на берегу реки Граник. Армия разделяла река, и Александр вновь пошел на риск, неожиданно форсировав реку и добился победы. Результатом стало уничтожение персидского государства и образование новой империи во главе с Александром. Обозреватель «Голоса Америки» Алекс Григорьев полностью статью «Курская операция ВСУ. Уроки неожиданности» вы можете прочитать на сайте «Голоса Америки». Добровольцы из Легиона Свобода России, которые воюют на стороне Украины, призывают российских военных сдаваться в плен и переходить на сторону Вооруженных сил Украины, либо присоединиться к Легиону. Добровольцы заявили, что готовы общаться с каждым, кто изъявит желание направить оружие не на Украину, а на Кремль. Цитата из «Заявления Легиона». Ваши политруки, сидя в теплом тылу, настойчиво рекомендуют не сдаваться в плен, а подорваться на своей же гранате. Но солдаты Российской Федерации сотнями игнорируют преступный приказ, выбирая жить, а не погибнуть за новую медальку полкана или очередной особняк Герасимова. Это решение – здоровая альтернатива бездумной смерти. Тем временем ряды Вооруженных сил Украины пополняют заключенные. Наступление в Курской области стало первой операцией, в которой они открыто участвуют. Об этом пишет издание «Экономист». Напоминаю, что заключенных начали массово вербовать из украинских колоний еще в конце мая. Журналистам издания удалось поговорить с некоторыми из бывших зэков. Многие из них говорят, что служба вернула им цель в жизни. А старший лейтенант Назарий Кишак, который командует подразделением, советует подчиненным готовиться к неожиданностям. Неизвестно, куда их может привести очередная украинская операция. «Всегда мечтал открыть шашлычную в Москве», – пошутил Назарий в интервью изданию «Экономист». В Украине идет дискуссия о том, должен ли официальный Киев позаботиться о гражданском населении, взятых под контроль территории Курской области. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью «Радио Свобода» отметил, что с его точки зрения это обязанность украинской власти. В то же время официальный Киев не ожидает большого количества желающих эвакуироваться именно на территории Украины. Что же касается критики подобных инициатив со стороны украинского общества, по мнению Лубинца, очень важно показать международному сообществу разницу между россиянами и украинцами. «Мы тем и отличаемся от россиян, что мы цивилизованная демократическая нация», – сказал Лубинец. И всем критикам подобных действий я хочу напомнить. Международные партнеры продолжают помогать Украине именно потому, что видят эту разницу. Как только мы покажем, что мы можем вести себя не цивилизованно, а военной поддержке можно будет забыть». Конец цитаты. Российские власти тем временем эвакуируют жителей ряда населенных пунктов Курской области в областной центр. Жительница Суджи Нина Голиняева рассказала агентству «Франс Пресс», как это происходит. «Было очень страшно, очень страшно. Летели снаряды со всех сторон. Над домом летали вертолеты, самолеты, истребители. Вечером я увидела, идут по улице военные. Я военным задала вопрос. Они сказали, срочно эвакуируйтесь, а иначе они вас убьют. Ехали, кругом варили машины. Валялись какие-то, даже не знаю, адронов это или снаряды это. Ехали со страхом, потому что все гремело, небо было озарено каким-то красным светом». А у эвакуированной Суджи Натальи Искрич сын попал в плен. «У нас перед этим был ночной обстрел, мы ночь сидели в подвалах. Мы просидели, а потом все равно еще перестрелки или что-то, какие-то летали мы. И вот это мы прочитали, что рекомендуется выехать. И вот просто люди рекомендовано выехали. Все. А дальше уже не знаю. Но у нас еще, конечно, сын попал в плен. Вот мы хотим его как-то тоже, ищем способы, как бы оттуда его вы... Он находит сейчас Суджи». На этом фоне российская пропаганда уделяет большое внимание именно гуманитарному аспекту происходящего, помощи беженцам и эвакуации, по-прежнему не решаясь давать полную информацию именно о военных действиях Украины в Курской области. На это в интервью «Голосу Америки» обратила внимание политолог Екатерина Шульман. «Официальная реакция явно направлена на минимизацию происходящего, если не на прямое замалчивание, то на, скажем так, акцентуацию иных аспектов невоенных». Много говорится о социальной помощи, говорится о том, где размещают беженцев, где отдельно размещают детей, как они, значит, будут там продолжать свой летний отдых. То есть это такая рутинизация происходящего. В том же духе и реакция высшего политического руководства тоже никаких призывов к стране огромной вставать мы не слышим. Вот, собственно говоря, и все. Это удивительно. Ну, так, что называется, на свежего человека производится впечатление поразительное, насколько без интереса и вообще без всякой экспрессии реагирует на это российское руководство. Судя по вот тем немногим маркерам, которые мы имеем, российское общество, видимо, реагирует так же. Соцопросов, которые отражали бы именно реакционную ситуацию в Курской области, у меня пока нет, но я бы обратила внимание вот на какое. Интересные результаты. Это внимание к новостям. Это данные, которые собирают маркетинговые агентства. Там очевидные пики повышенного употребления новостей. Это, ну, там, понятно, начало войны, мобилизация, конец мобилизации. Крокус, да, Крокус – это Пригожин, поход Пригожина, гибель Пригожина. Это вот есть такие ярко выраженные пики. И за последнюю неделю не то, что никаких пиков нет, а есть традиционное сезонное снижение. То есть по сравнению даже с тем, что было там 10 дней назад. В целом, так сказать, смотрибельность новостей только снижается. То есть люди летом не хотят вот этого ничего употреблять. Поэтому если сейчас выйдет Скобеева и закричит, что, значит, натовцы порезали на части курских детей, это не… она не найдет себе аудиторию. Политолог Екатерина Шульман. Российская аудитория теряет чувствительность к пропаганде. Однако эмоционально реагирует на другое. На заявление украинцев, мол, поживите теперь, как мы жили все это время. Почувствуйте войну на своей шкуре. Россияне обвиняют украинцев в отсутствии эмпатии. Но дело в том, что в связи с наступлением ВСУ украинцы и гражданские военные ощущают воодушевление и надежду после двух с половиной лет войны, говорят психологи. Рассказывает Екатерина Беседина. Вынужденные бежать от боевых действий россияне винят украинцев, которые под обстрелами российских военных живут уже третий год в отсутствии эмпатии. Вот как комментирует это психолог Ирина Артюх. По поводу того, что украинцы стали жестокими, ну нет, конечно. Понимаете, россияне никогда не показывали соболезнования и сострадания тому, что происходит в Украине. Они считают о том, что это справедливое наказание. Наказывают кого? Стариков, детей наказывают или наказывали меня, когда я там была. То есть по отношению к нам, украинцам, это воспринимается как должностное наказание. По отношению к россиянам это воспринимается как беда и какой-то форс-мажор. То есть мы на разных находимся страницах уже нашего восприятия, эмоционального восприятия того, что происходит. Да, конечно, мы эмпатичны. И мы бы соболезновали, если бы это не было ответом на их агрессию. В украинском обществе в связи с курским наступлением ощущается эмоциональный подъем, говорит психолог из Киева Людмила Городянко. Многие воспряли духом и надеются на скорейшее окончание этой долгой войны. Понемногу мы выходим из депрессивного состояния и говорим, смотрите, мы продолжаем нашу борьбу. Наступление на Курск или нам оружие стали давать партнеры. Разрешили бить им на более дальние расстояния. И люди, каждый по-своему, это интерпретируют в своей голове. И это дает нам возможность вновь поверить. Борьба продолжается. Это экзистенциальная борьба. Будем ли мы существовать с таким соседом? Это очень глубинные вещи. Людмила Городянко говорит, что украинцы за эти два с половиной года войны переживают настоящие эмоциональные качели. От депрессии до эйфории. Но, конечно, живут с большой верой в будущее. Да, могут быть поражения. Но это точно не будет таким поражением, из-за которого мы перестанем существовать. Нас еще никто не победил. Мы боремся, но эта борьба тяжелая. За последний год психологическое состояние ухудшилось у 55% украинцев. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенные центром Разумкова. И главной причиной этого называют стресс, вызванный войной. Я боюсь даже представить, что будет в случае, если нам кто-то скажет, что окей, мы отменяем слово «победа», давайте оставлять так, как есть. Украинцы к этому не готовы. С момента первого дня, начала боевых действий, всех готовят только к нам до победы. Мы стоим до победы, мы живем до победы. Мы все делаем для победы. Согласно другому соцопросу, проведенному группой «Рейтинг», большинство украинцев не верят в то, что победить в этой войне может Россия. Лишь 5% допускают такой исход. Также большинство опрошенных не готовы поддержать такой вариант окончания войны, как прекращение огня с заморозкой линии фронта или отказ Украины от членства в НАТО и ЕС. Корреспондент «Голоса Америки» Екатерина Беседина воодушевляет украинцев и то, что курская операция, возможно, улучшит ситуацию с возвращением украинских граждан с территории России, а также с оккупированных территорий Украины. Об этом, в частности, заявила полномоченная Верховная Рада по правам человека Дмитрий Лубенец. По его словам, в ближайшее время обмена в формате «всех на всех» с Россией не стоит ожидать. Однако украинская сторона делает все возможное, чтобы большие обмены состоялись. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал об основных принципах переговоров об освобождении пленных. Украина в первую очередь требует возвращения тяжело больных и тяжело раненых, а также женщин. Преимущество будет предоставляться тем, кто дольше всего находится в плену. Мы будем также прилагать максимум усилий для возвращения пленных из гражданского населения, в частности, тех, кто в плену с 2014 года. Особое внимание защитникам Мариуполя и, в частности, тем, кто защищал Азовсталь. Также не будем забывать о крымских татарах, сказал Буданов. Не забывать о путинских политзаключенных призывает и недавно освобожденный в результате обмена российский оппозиционный политик Владимир Карамурза. Накануне его и его семью принял в Белом доме президент США Джо Байден. Американский президент отметил, что Карамурза провел два с половиной года в несправедливом заключении из-за своей антивоенной позиции. «Я приветствовал Владимира Карамурзу и его семью в Белом доме, чтобы отпраздновать его возвращение в Америку», говорится в сообщении президента Соединенных Штатов. Владимир Карамурза – британский подданный и постоянный резидент США. Он был освобожден из российского заключения в результате большого обмена между странами Запада и России в начале августа. Сам он говорит, что ему до сих пор тяжело в это поверить. Последние две недели были совершенно сюрреалистичными. Ощущение, как будто я смотрю какой-то фильм. Хороший фильм. Сложно поверить, что это реальный. Ведь еще две недели назад я был уверен, что я умру в путинском ГУЛАГе. Но сейчас я дома, разговариваю с вами, имею возможность обнять жену и детей. А еще недавно я не мог им даже позвонить. У меня не хватит слов, чтобы выразить благодарность всем друзьям из свободного мира, которые, несмотря на весь этот ад, не переставали говорить, не забывали ни на секунду о тех политзаключенных, которые сидят в путинском ГУЛАГе и которые не совершали никаких преступлений, а только высказывались против диктатуры Путина и против его агрессивной преступной войны в Украине. При этом важно помнить, хоть 16 из нас удалось вырваться из путинских тюрем, тысячи других там еще остаются. Российские политзаключенные, украинские узники войны, гражданские заложники. Давайте не забывать о них. Мы не остановимся, пока они не будут свободны. Теперь, когда я на свободе, я собираюсь посвятить этому большее количество времени и усилий. Российский политик Владимир Карамурза. С другим российским политзаключенным, погибшим в тюрьме пианистом Павлом Кушниром, сегодня простились в Тамбове. Прах музыканта доставили на родину с Дальнего Востока, сообщает издание «Твердый знак Тамбов». 39-летний Павел умер 28 июля после продолжительной голодовки в сезон номер один Биробиджана. С конца мая он находился под арестом из-за антивоенных видео на YouTube-канале. В России продолжаются репрессии против тех, кто высказывается против войны или помогает Украине. Издание «Медиазона» сообщило, что Ирину Горобцову, похищенную из Херсона два года назад российскими силовиками, приговорили к 10,5 годам колонии по обвинению в передаче данных Главному управлению разведки Украины. Также в пятницу Генпрокуратура России признала нежелательной организацией Ассоциацию выступивших против войны муниципальных депутатов. Ассоциацию депутатов Мирной России в октябре прошлого года создали бывшие действующие муниципальные региональные депутаты, которые уехали из страны из-за войны в Украине и репрессий. На этом мы заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина – самое важное». Вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голоса Америки», в Apple-подкастах и на платформе «Эхо». Я, Ксения Туркова, благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска. В частности, звукорежиссера Александра Зимуху. До встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok